Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ новости. В студии прямого эфира Эльвира Ликерова и сурдоперевод осуществляет Айгуль Шумашказа. На 30% вырасти заработная плата воспитателей и педагогов детских дошкольных учреждений Казахстана. Повышение оклада произойдет уже в сентябре текущего года. Об этом рассказала директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения Наталья Жумадильдаева. Качество образования напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов. Отметим, что в дошкольных организациях республики работают 98 тысяч педагогов. Глава государства поставил задачу повысить статус воспитателя и их профессиональный потенциал и наряду с этим увеличить заработную плату. В этом году также планируется повышение квалификации 20 390 педагогов дошкольных организаций, заявила Наталья Жумадильдаева на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций. Напомним, что за последние 4 года заработная плата воспитателей поэтапно выросла на 25%. За полтора месяца летних каникул более 2,5 тысячи учеников Казахстана смогли с пользой провести летние каникулы в лагере Армандала. С каждым сезоном число желающих побывать в этом досуговом центре только растет. Детвора не только проводят веселые и насыщенные дни среди природных ландшафтов, но и пополняют багаж знаний, в том числе и о коррупции. Тему продолжит Аружан Танейбаева. В летнем лагере Армандала Департамент агентства по противодействию коррупции совместно с Управлением образования организовали мероприятие для школьников. Главная цель – продвижение идеологии добропорядочности. По словам Нурсултана Бекенова, месяц назад была проведена аналитическая работа в сфере образования, по итогам которой два бухгалтера были привлечены к уголовной ответственности. Наряду с этим с начала этого года антикором было выявлено около 10 фактов взяточничества в сфере образования. Борцы с коррупцией считают, что в первую очередь необходимо привить детям нулевую терпимость к социальному злу, ведь в будущем это поможет избежать проблем. Почему мы выбрали именно молодежь, почему мы сегодня находимся в лагере, так как молодежь – это основная масса на сегодняшний день, и, соответственно, если мы сегодня проведем с ними соответствующую работу и скажем, что как надо быть справедливым, честным и добропорядочным, соответственно, в будущем у нас не будет, скажем так, таких проблем, когда люди будут идти на сделку со совестью и совершать какие-то преступления. Здесь мы не говорим только о коррупционных правонарушениях. В целом мы говорим, что вообще в целом правонарушения совершать нельзя. И, соответственно, из-за этого мы сегодня проводим такое мероприятие большое. Сегодня в рамках конкурса дети, участники будут показывать свое мировоззрение, скажем так, свою оценку тому, как сегодня стать добропорядочным. Лагерь Армандала расположен в экологически чистом районе. Программа отдыха детей здесь четко расписана. Одновременно лагерь может принять до 100 отдыхающих. На этот раз летняя программа дополнилась эстафетами и квестами, в которых с удовольствием приняли участие недавно приехавшие в лагерь мальчишки и девчонки. Очень хорошо. Лагерь мне очень понравился. Трехразовое питание. Тут все есть. Футбольное поле, волейбольное поле. Там можно танцевать, петь. И много конкурсов есть. Еще есть дополнительные услуги. Тут дрифткар, а потом катамаранис. Несмотря на то, что я тут только первый день, я нашел очень много друзей. Ежегодно около 4 тысяч школьников из всего Казахстана проводят свои летние каникулы именно здесь, в лагере Армандала. Здесь представлен широкий выбор кружков и секций, где можно развить новые навыки. Для того, чтобы каждый ребенок уехал из лагеря отдохнувшим и полным энергии, чтобы приступить к учебному году с новыми силами, вожатые лагеря прилагают множество усилий. Ведь перед взрослыми стоит важная задача – создать для каждого ребенка самые лучшие и комфортные условия. День проходит очень насыщенно. У детей разные развлечения, чтобы они вывели лидера, чтобы работали в команде. Разные игры спортивные, эстафеты, вот сейчас как проходит. Волейбол, баскетбол, футбол, стритбол. У нас есть колодром, тренажерный зал, бассейн. Это все включается в нашу путевку. У детей всегда есть чем заняться, нет свободного времени. По словам специалистов, профилактику коррупции важно начинать со школьного возраста. Наряду с этим работа по борьбе с коррупцией ведется и сотрудниками управления образования. Причем на всех уровнях. На сегодняшний день в области функционирует 355 дебатных клубов. Их цель – научить молодое поколение четко и ясно выражать свои мысли. В том числе и свое неприятие социального зла под названием коррупция. В Кунаеве специалисты городского отдела предпринимательства совместно с сотрудниками местной полицейской службы провели рейд по выявлению курения кальяна в общественных местах. Отметим, что это уже третий по счету специальный выезд мониторинговой группы. За это время на нарушителей было составлено порядка трех протоколов. К слову, согласно Республиканскому кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения, с 2020 года в стране запрещено курение кальяна в общественных местах. Однако выяснилось, что некоторые владельцы увеселительных заведений областного центра пренебрегают запретами. Во время рейда члены специальной комиссии посетили около пяти увеселительных заведений. Однако о нарушении выявлено не было. Но, тем не менее, сотрудники местной полицейской службы проверили, провели профилактические беседы с владельцами бизнес-объектов. Работникам заведения были разъяснены правила и условия нормативно-правового документа, запрещающего употребление курительной смеси в виде кальяна в местах общественного питания. В случае нарушения закона владельцев заведений ждет штраф на сумму порядка 20 мрп. В 45 лет любимому делу в поселке Отиген-Батар Ильейского района живет библиотекарь-ветеран, посвятившая всю свою сознательную жизнь библиотечному делу. Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, почетный гражданин района Мирамгуль-Жабиева, сейчас на заслуженном отдыхе. Однако, несмотря на это, женщина не остается в стороне от общественной жизни и продолжает трудиться в районном совете матерей. Секретами своей неуемной энергии, а также оптимизма и жизнелюбия Мирамгуль-Жабиева поделилась с нашей съемочной группой. Мирамгуль-Жабиева родилась в 1956 году в селе Ахши Ильейского района. По словам женщины, страсть и любовь к книгам была благородной, по ее мнению, добродетелью, которую привила ей мать. В 1973 году, после окончания школы Мирамгуль, здесь же устроилась библиотекарем. В дальнейшем поступила в женский педагогический институт и получила диплом по специальности, после чего долгие годы работала заведующей бывшей Куртинской районной библиотекой. Мы доставляли книги туда, где проводили сахман. Носили их чабанам на дальней пастбище во время стрижки овец. Ездили даже на жайляу. Раз в месяц в обязательном порядке привозили книги в отдаленные населенные пункты. В 1997 году, после того, как был расформирован Куртинский район, Мирамгуляпа осталась без работы. И спустя год, по рекомендации руководителей, вновь заведовала теперь уже Ильейской районной библиотекой. Несмотря на сложности тех времен, когда государственное обеспечение минимизировалось, а в экономике страны отмечался застой, преданная своему делу женщина не бросила любимые занятия. Сидели в старом здании без окон и дверей, без отопления и кондиционеров. К тому же получали мизерную зарплату, вспоминает Мирамгуль Жабиева. В то же время мы проводили множество культурных и общественных мероприятий. В библиотеке должны работать очень опытные специалисты. В 1999 году, когда я приехала сюда, мой оклад составлял всего 7700 тенге. Этого не хватало на квартплату. Но, несмотря на это, жили, как и все, старались дать образование детям, кормили семьи. Многие из 45 библиотек районов в те годы закрылись и функционировали только три. Одной из них заведовала Мирамгуль Жабиева. Со временем именно она приступила к активизации книжной работы Ильейского района и создала первую модульную библиотеку. В библиотеке провели процесс цифровизации. Порядка 46 поэтов нашего района были введены в электронную систему. Мы отсканировали их работы. Вначале это было очень сложно. Мы ездили в Астану, в Талдыкурган. Сегодня у этой библиотеки есть собственный сканер. Следует отметить, что немало было и тех, кто обучились библиотечному делу Умирамгуль Жабиевой. За 46 лет работы она воспитала 56 специалистов. Сегодня некоторые из них, как и их наставница, руководят крупными библиотеками региона. Вот уже столько лет Мирамгуль Жабиева остаётся верна своей профессии. Какие бы трудные времена ни настигали, женщина смогла сохранить верность любимому делу. Несмотря на женские заботы, работа для неё стояла на первом месте. Впрочем, и в семье Мирамгуль Жабиева – любящая мать и верная супруга. Для нас она всегда является примером трудолюбия. Существует поговорка, что книга, подобно воде, пробьёт дорогу везде. Хорошая книга – лучший друг. На сегодня библиотекарь-ветеран Мирамгуль Жабиева мечтает лишь об одном – чтобы молодое поколение переняли традицию читать книги. Молодёжь должна читать книги. Конечно, есть интернет, но книга – это совсем другое. Чтение способствует повышению не только культурного уровня человека, но и его грамотности. Способности читателя, а тем более юного читателя, к переживанию радости, гнева, печали, является важным в духовной жизни человека. Эмоциональное воображение даёт возможность читателю понять мир чувств литературных героев, прожить с ними их судьбу, представить себя любым персонажем из книги, оторваться от реальности и пережить невероятные приключения. К слову, Мирамгуль Жабиева является почётным гражданином Илийского района, заслуженным деятелем культуры Республики Казахстан, обладателем нагрудных знаков «Ана-Жюрега» и «Жомар-Жюрег». На сегодня она возглавляет районный совет матерей и неустанно вносит свой вклад в духовное развитие страны. Столицу нашей страны вновь затопило после сильных дождей. Видеокадрами поделились жители Астаны. Проливной дождь настолько сильно затопил улицы, что вода буквально заливала пол автобуса. В столичном Акимате прокомментировали, что в связи с сильными осадками по городу задействовано более 100 единиц техники. Это мотопомпы и АЭС-машины. На данный момент ведутся соответствующие мероприятия для того, чтобы обеспечить отвод поверхностных стоков. Это прочистка коллекторов и дождеприемников, пропарка троп и откачка воды. Также идет строительство так называемой ливневки или системы ливневой канализации и отчистных сооружений. Напомним, ранее Акимат города прокомментировал, что проведение подобных работ позволило решить проблему с подтоплением 201 участка. В нынешнем году планируется построить порядка 2,5 километров магистральной сети и ливневой канализации для отвода дождевых вод. По последним данным, сегодня откачка воды после ливни была закончена. Всего было собрано более 900 кубометров дождевых вод. Немало неприятностей принесла непогода и жителям Сатбаева. Здесь рухнул купол стадиона, установленный над футбольным полем. Происшествие случилось в минувшее воскресенье около половины третьего дня. Как сообщили в городском Акимате, никто при обрушении не пострадал. Все находившиеся на тот момент люди были выведены за пределы поля. По словам специалистов, стадион был построен в 2005 году. Спустя 13 лет объект был передан на баланс городского отдела спорта. А в 2021 году стадион перешел в собственность областного управления спорта. Черный список и новый ряд ограничений для самокатчиков готовят в МВД страны. Об этом стало известно на брифинге с участием представителей министерства. Как выяснилось, на прошедшем в ведомстве совещании был предложен ряд новых ограничений для электросамокатчиков. При этом сообщения о запрете будут приходить на мобильные приложения граждан. Так, согласно принятым правилам, поездка не будет считаться завершенной, если самокат не будет припаркован на специально отведенное для этого место. Также будет запрещено использование самокатов на неосвещенных участках, на загородных трассах и несовершеннолетними. Для исключения использования электросамокатов детьми было предложено вето по весовым категориям. Наряду с этим планируется создание так называемого черного списка электросамокатчиков, куда будут вноситься нарушители. Туда же попадут и имена недобросовестных клиентов. Такое предложение было сформировано на основе жалоб кикшеринговых компаний. В столице Германии открылась выставка картин казахстанского художника Абая Чунчалинова. Оценить работы нашего соотечественника собрались ценители искусства. Абая Чунчалинова называют одним из лучших мастеров Казахстана. Сегодня работы астанинского живописца украшают не только отечественные музеи. Его картины выставлялись в Турции, Франции, а также в Германии. Он пишет могучих батыров, гордых тупаров, красоты родных краев, а также прекрасных девушек. Кстати, коллекция, презентованная в Берлине, так и называется «Муза степи». На северо-востоке Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. В результате повреждено больше 120 зданий. Пострадали десятки человек. Информации о жертвах не поступало. Центральное телевидение Китая опубликовало кадры с полуразрушенными зданиями. Подземные толчки зафиксировали на границе провинции Хэбэ и Шаньдунь. Эпицентр находился в 77 километрах к северо-западу от города Цзэйнаня, где проживают свыше 4 миллионов человек. В регионе приостановлено железнодорожное сообщение. Напомним, ранее из-за наводнений в Китае погибли или пропали без вести десятки людей. Стихия нанесла огромный материальный ущерб. На восстановительные мероприятия власти выделили 450 миллионов юаней или 63 миллиона в пересчете на доллары США. Свыше 20 человек погибло в результате крушения пассажирского поезда в Пакистане. Более 50 пострадали. Авария произошла в провинции Синты недалеко от города Новопшах. С рельсов сошли свыше 10 вагонов поезда. Сейчас идут спасательные работы. Движение поездов приостановлено. Причины произошедшего еще не установлены. Отметим, что аварии на железных дорогах Пакистана не редкость. Чаще всего причина в изношенной инфраструктуре. Ежегодная любительская велогонка прошла в городе Алматы, передает Хабар-24. В спортивном мероприятии смогли принять участие все желающие. Между тем, казахстанский гимнаст выиграл три медали на универсиаде. Подробнее в материале сюжета. В Алматы прошла ежегодная любительская велогонка. Свои достижения демонстрировали велосипедисты и любители возраста от 18 до 50 и более лет, а также дети. Гонку разделили на три этапа – 48,5 и 33,5 километров, а также детский на 14,5 километров. Маршруты проходили в районе спортивного комплекса Алматы-Арена. Первая группа стартовала в 6 часов утра. Регистрация участников и подготовка к старту началась еще ночью. В общей сложности в гонке приняли участие 750 человек. Все спортсмены-любители получили памятные медали, а победители – денежные призы и ценные подарки. Сегодня мы проводим восьмой раз велогонку Туровор-класс Алматы. Мы уже на протяжении стольких лет проводим. Сегодня измененная трасса. В связи с тем, что в городе проводятся еще ремонтные работы по нашей старой трассе, мы нашли альтернативу. Проводим на территории Алматы-Арены и промышленно-индустриальные зоны города Алматы. Каждый год уровень спортсменов растет, особенно велогонщиков. Мы начинали с участников количества 500, сейчас это 750, и видно, что их становится больше. Причем это разные виды велосипедов. Это и шоссейные, и МТБ. И у нас сегодня тоже могли участвовать и на таких, и на таких велосипедах. Поэтому те категории людей, которые занимаются велоспортом, как любители, их становится все больше. Казахстанский гимнаст Милат Карими завоевал золотую, серебряную и брозовую медали на летней универсиаде. Об этом сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации гимнастики. Соревнования проходят в китайском Чэнду. Золотую медаль Карими выиграл в финальных выступлениях. В тройке призеров также спортсмены из Китая и Японии. Ранее спортсмен стал обладателем второго места в вольных упражнениях и бронзовым призером в опорном прыжке. Хондуздр Мухаммедова по материалам интернет-ресурсов. В Ильинском районе стартовал открытый турнир по рукопашному бою среди сотрудников Департамента полиции Алматинской области. Силой и ловкостью померились около ста спортсменов из девяти районов и города Кунаев. В турнире помимо сотрудников Департамента участвовали и представители других правоохранительных ведомств региона. Тему продолжит наш корреспондент. На торжественном открытии соревнований выступили представители Департамента полиции Алматинской области и областного управления физической культуры и спорта. Они пожелали участникам удачи и достойных побед. По словам организаторов, медали разыгрываются в восьми весовых категориях от 57 килограммов до свыше 97. Конечно же, во-первых, цель проведения таких мероприятий – это проверка готовности нашего личного состава. Полицейский в первую очередь защитник общества, но прежде чем защитник общества, он должен быть готов защитить сам себя. Поэтому наши сотрудники на постоянной основе занимаются таким видом спорта. Согласно планам мероприятий, несколько раз в год мы проводим такие чемпионаты среди наших сотрудников. Многие участники, кроме высоких специальных званий, имеют не менее высокие спортивные достижения и разряды. Борьбу за медали ведут четыре мастера спорта Республики Казахстан и 12 кандидатов в мастера спорта. Один из опытных борцов – Баглан Сарикенов. По словам мужчины, спортом он занимается с 12 лет. Все свое свободное от работы время посвящает тренировкам. Он считает, что чемпионат Алматинской области – хорошая практика для полицейских, которые ежедневно сталкиваются с различными ситуациями, в которых для достижения результата немаловажную роль играет физическая подготовка. Начал заниматься спортом 6 класса. Сначала начал рукопашным заниматься, потом вольной борьбой. Вольной борьбой занимался 3-4 года. Затем во время учебы в университете начал заниматься жик-пи-жик и джиу-джитсу. В органах работаю с 2016 года, в СОБРе работаю с 2016 года и по сей день. Мои достижения – это серебряный призер чемпионата мира по боевому джиу-джитсу, наградный чемпион Казахстана по джи-пи-жик. По рукопашному бою был серебряным призером чемпионата МВД, чемпионата Казахстана. Я с детства был близок к спорту. И во дворе всегда мужчина должен быть сильным всегда, умел за себя постоять. И так пришли к спорту. Владение приемами рукопашного боя – неотъемлемая часть профессиональной подготовки каждого полицейского. Стоит отметить, что чемпионат является отборочным. Лучшие рукопашники представят Алматинскую область и на чемпионате Министерства внутренних дел Республики Казахстан, который стартует 17 августа в Караганде. Такой сложилась информационная картина уходящего дня. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин